Ну так. Д. Смотри, Захара, вот так. Так лучше, хуже? Да, лучше. Лучше. Последняя какая буковка? Б. Распознать все предложенные буквы редко удается даже детям. Уже с юных лет многие обзаводятся очками для зрения. Причина, как не банальная увлеченность гаджетами. Десятилетнему Захару близорукость к тому же передалась по наследству. Начали замечать, что портится зрение, когда едет транспорт впереди и не видит номер. Мы обратились в клинику по месту жительства. Мы живем в Убийске. Нам дали направление в край, мы приехали и вот. Очки зрения уже не восстановят, зато не дадут близорукости прогрессировать. Мальчику предстоит лазерная операция. В Краевой офтальмологической больнице говорят, это не самая страшная проблема, с которой обращаются пациенты. Последних немало. В год сюда попадает больше 10 тысяч жителей края. От месяца до преклонного возраста. Самые сложные заболевания, они, к счастью, не так часто встречаются. Это отслойка сетчатки, которая приводит к слепоте. Это различные осложнения сахарного диабета, которые тоже приводят к кровоизлияниям внутрь глаза, в полость глаза. Это сложные заболевания. К счастью, их не так много у нас, но тем не менее они есть. В последние годы участились случаи катаракты, помутнения хрусталика. Причем заболевание стало характерным не только для пожилых. Помутнение хрусталика сразу же чувствуется. Пелена перед глазом, эффект запотевшего стекла. Поэтому я же сразу почувствовала это. И обратилась к местному офтальмологу у нас по месту жительства. Татьяна Уварова перенесла операцию на оба глаза. Говорит, для нее, как для постоянного водителя авто, видеть мир качественно – просто необходимость. Катаракта передалась по наследству, но из больницы женщина выйдет уже со стопроцентным зрением. Впрочем, что для пациентов чудо, для врачей обычная практика. У нас сейчас оборудование такое на уровне, так не постесняюсь сказать, мировых клиник. То есть то, что за рубежом, существуют все современные методы исследования, хирургическое оборудование, диагностическое, у нас ничуть не хуже. Особое внимание зрению стоит уделить людям с патологией почек и гипертонией, говорят доктора. Они могут ускорить течение глазных заболеваний и привести к необратимым последствиям. А что делать, чтобы не стать постоянным гостем окулиста, пожалуй, знают все. Меньше времени проводить за монитором, вести активный образ жизни и чаще смотреть по сторонам. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком.